Всем привет! Сейчас ставлю картиночку и начинаю эфир и рассказываю про источник силы, который бывает завален. Источник не силы, как вот физическая сила, а источник жизненного ресурса. Вот если говорить и попытаться рассмотреть эту абстрактную картину, то я бы привела такой пример, что источник, который бьет из-под земли, источник воды, на который положили камни, палки, трава там растет и так далее. Вот забит источник силы буквально, не силы, а вот ресурса. У человека может быть ровно такая же история. Вот я считаю, и как-то мне мой жизненный опыт подтверждает, что у каждого человека есть вот этот внутренний источник силы, и он в общем-то бесконечен. То есть это такая батарейка самозаряжающаяся, да, которая, если не накладывать сверху камни и палки и траву, то вполне человек будет активно жить, существовать и реализовывать вот эту самую силу и этот самый ресурс, который у него внутри есть и который изнутри идет наружу. Вот, и проблема начинается и случается тогда, когда человек по какой-то причине вот этот самый свой источник силы заваливает и остается без ресурса. Ну, либо, как правило, не то что без ресурса, конечно, без ресурса остаться это уже равно умереть, вот, но ресурса этого становится в разы меньше, чем должно быть. И это очень ощущается. Вот, и вот как раз всяческие депрессии, апатии, бессилия, отчаяния, вот это вот все, это все оттуда, это все вот те самые плиты, которые лежат на вот этом внутреннем источнике, и его заваливают и не дают ему напитывать, что ли, вас силой и энергией. И здесь еще хочу отдельно сказать про то, что когда у вас, возвращаясь к этой метафоре, вот эти самые камни-палки забивают этот самый родник, то тогда значительно усложняется жизнь и очень ухудшаются реакции на все. То есть вот когда человек в силе и в ресурсе, и то, что можно выразить в том, что человек выспался, человек отдохнувший, выглядит хорошо, чувствует себя хорошо. Вот когда вот это все с человеком вот так, то, допустим, какая-то перепалка на работе или там, не знаю, соседи залили квартиру, это все можно пережить и это все не дает, ну, такого оттенка трагедийности. А вот когда человек попадает в ситуацию, ну, то есть находится в ситуации длительного стресса, например, и там вот не высыпается, не доедает или там питается чем-то не сильно полезным, да, или там алкоголь или еще что-то. То есть, в общем, можно сказать, что состояние безресурсное. Вот тогда наступают некие моменты и некий предел, после чего каждая там просто брошенная на улице слово прохожим вызывает такую реакцию, что хочется там ругаться или наоборот наступает отчаяние от того, что вот просто там какой-то незнакомый человек каким-то плохим словом назвал. Вот. Вот. Может быть, попробуйте написать какие-то комментарии. Меня вообще, кстати говоря, слышно. Надеюсь, что да. Я вот со своей стороны хочу сказать, что я почему эту тему вообще завела, потому что зима, это время такое депрессивное. И вот как раз уже к декабрю накапливается усталость от того, что холодно, муторно, темно, там рано, в смысле, когда просыпаются люди, идут на работу еще темно, возвращаются с работы тоже опять снова темно. Вот. И вот этого как бы не видно конца края, да. Все-таки напишите мне кто-нибудь, меня слышно, потому что бывает такое, что не слышно, а я тут уже 10 минут распинаюсь. Вы меня кто-нибудь слушаете? Может быть, мне тогда приостановиться и выйти еще раз, потому что я не понимаю, у меня никакой реакции от вас. Ага, спасибо. Слышно. Вот. Поэтому я решила вот этот эфир провести, потому что я вижу, что у людей вот этот процесс безресурсный как раз-таки сейчас в активной, скажем, фазе. Спасибо, да. И вот поэтому решила просто сказать пару слов. И в частности, кстати говоря, вот этот вот марафон, который я буду проводить 22-24 декабря, переход в Новый год, он тоже к этому же и про это же, и он про это же время. Самое темное время перед рассветом, как мы знаем. И вот это самое темное время года, 22-24 декабря, это, конечно, время, к которому, то есть весь декабрь мы к этому идем, к которому ресурсы становятся все меньше, меньше и меньше. И вот прямо вот эта суета у людей обычно как бы неосознанно, она проходит, потому что там Новый год, надо подарки покупать, на работе закрывать какие-то хвосты и так далее. То есть куча чего-то происходит, какой-то деятельности, там дискотеки, там корпоративы. Вот. А при этом, что происходит внутри, на самом деле ресурсов становится все меньше, меньше и меньше. И поэтому вот то, как у нас празднуется Новый год, у нас, я имею в виду, в советской традиции, да, то есть постсоветской, которая выросла из советской, это, конечно, совсем нездоровая история. То есть вот эти вот все винегреты, салаты, вместо того, чтобы действительно подводить итоги года, расставаться с ненужным и как-то фокусироваться на нужном, на переходе, на то, что вот год будет новый и можно в него по-новому зайти. И вот люди этого не делают, к сожалению. Ну и, в общем, так как бы бессознательно оно и получается, да, все дальнейшее. Вот. И я, в общем, поэтому отчасти решила провести марафон, потому что вот для тех, кто, кому, так сказать, не все равно, мне кажется, что он может многое дать. Но сейчас про силу и про ресурсы, про энергию. Почему в декабре как бы все это хуже, хуже и хуже становится? Потому что солнца нет, уже элементарно поэтому. То есть даже если в жизни не происходят никакие сильно стрессовые события, просто само то, что нету солнца, нет нормальной еды, ну, в смысле, все, что росло летом, уже зимой как бы не растет, да. Вот как бы все эти факторы, много работы, холодно еще, да, холод это тоже стрессовый фактор. Вот все эти факторы ведут к тому, что от вашей внутренней батарейки отщепляются такие кусочки, да, вот этот, этот, этот и не поступают взамен. Вот, то есть то, что летом просто вышел, птичка поет, ты обрадовался и, ну, или там даже не сильно обрадовался, но просто где-то фоном он услышал, и оно вошло плюсом. То зимой, конечно, это в основном идет все на минус, вот. И поэтому врачи говорят про снижение тонуса, снижение иммунитета, давайте пить витамины, вот это вот все врачи предлагают. Я в каком-то смысле тоже говорю о том, что нужно пить витамины, только не, ну, витамины само по себе, это можно пить, можно не пить, это кто как к этому относится, а пить какие-то энергетические витамины, в смысле давать себе больше поддержки. Потому что зимой, когда вы работаете в режиме с 9 до 6, и холодно, повторюсь, и мокро, и там вот это все остальное, и много каких-то стрессовых факторов, нужно давать себе какие-то антистрессовые факторы. То есть, чтобы это могло быть для вас, обнаружьте это, желательно, чтобы это было что-то здоровое, потому что, как известно, в России главный психотерапевт это водка, вот. Оно может действительно на каком-то этапе терапевтично, но зато для физического тела очень тяжело. Вот. А если вы найдете для себя какие-то варианты, которые вам дают плюс из минуса, то их нужно использовать, и их нужно использовать как витамины, как обязательно, да. То есть, например, вы любите ходить в баню, но делаете это раз в три месяца. Вот это неправильно. Делайте это раз в неделю, и это будет вам плюсом, да. Или вот вы любите ходить в спортзал, после этого чувствуется такой приток, не знаю там чего, адреналина, да. Вот, значит, как бы делайте это более регулярно, хотя зимой я понимаю, что это все делать сложнее, да. Или вы любите, то есть, или вы там какие-то вещи не можете себе позволить в силу каких-то причин. Ну, например, в баню надо куда-то ехать, там далеко нет времени, темно и поздно, и вот это вот все, да. А значит, ищите дома какие-то варианты восстановления сил. Вот для меня, например, когда я жила в России, ну, в общем, в этих постсоветских местах, в России не жила, в Белоруссии, для меня всегда ванна была таким средством. Вот в Турции и в Вильнюсе у меня ванны не было, в Вильнюсе они есть, а в Турции они прям вообще не распространены, к сожалению, только душ. Но я к тому, что это такая вполне себе домашняя СПА-процедура. То есть, если вам ванна дает прилив сил, значит, используйте ее в качестве этого инструмента. Или, не знаю, может быть, какая-то вкусная еда, или какое-то приятное времяпрепровождение там с книжкой. Ну, в общем, находите свои, или переберите в уме, да, свои источники, которые вам силу дают, ресурс восстанавливают, и зимой используйте их особенно активно. Потому что, как я уже сказала, зимой вот слив энергии идет очень сильно, и по сравнению с там весной, летом. А поступления практически нет. И поэтому, если вы хотите до конца декабря, а лучше до февраля, дожить нормальное, здорово, да, в хорошем теле, то уже сейчас начинайте об этом заботиться. Начинайте, как бы, проводить инспекцию своих ресурсов, куда силы уходят и как они восстанавливаются. И старайтесь меньше тратить туда, куда они уходят. Это всегда можно сократить. Вот я сейчас проводила материнский марафон как раз вот по поводу материнского ресурса, ну, там в связи с тем, что дети маленькие, и там сил нет, допустим, поэтому. И вот я тоже спрашивала, что проведите инспекцию, что вам силу дает, а что у вас силу забирает. И вот там девочки писали, вот это дает, вот это забирает. Я говорю, вот теперь, пожалуйста, возьмите 30% из списка, что силу забирает, выкиньте. Они такие, ой, ничего нельзя выкинуть. Я говорю, все, можно выкинуть. Выкинуть можно, но если не все, то половину точно, а 30% совершенно запросто. Вот. Там у них были такие смешные пункты, там обязательные встречи с родственниками. Почему не обязательные? Зачем эти встречи? Вот. Я уверена, что у вас тоже есть такие пункты, которые силу забирают, ресурс забирают, а делать их совершенно не обязательно. То есть, например, на работу ходить обязательно, а поддерживать на работе отношения с какой-то коллегой, с которой там неприятно общаться, не обязательно. Можно вполне их свести к минимуму, достаточно такому вежливо-благожелательному, и не ходить там с ней на кофе, например, и не пить его. По какой-то своей внутренней причине не хочу. Вот. Можно при этом вслух ничего не объяснять. В общем, я к тому, что вот эти вот списки, ревизию, инспекцию, что дает силу, что ее забирает, вполне полезно писать, вполне полезно разбирать и очень полезно, крайне полезно из минуса пункта убирать, а в плюс добавлять. Вот прямо, целенаправленно, так, значит, что-то я себе чувствую как-то не очень, значит, мне надо там что-то сделать, чтобы сил добавилось, и прямо вот брать и делать. И не доводить до того состояния, когда депрессия, апатия, и уже делать ничего не то, что не хочется, а практически невозможно. Вот это вот отдельный, конечно, случай, я надеюсь, что вас, тех, кто слушает этот эфир, оно не касается, потому что, конечно, депрессия – это уже то, что надо лечить, и, возможно, иной раз с таблетками. То есть, когда человек уже заходит в такое жесткое пике, где не до раздумий и не до списков, а когда уже просто вот голову от подушки поднять, и все так плохо-плохо, и день такой темный-темный, и конца не видно, и света в нем нет, да, вот. То это уже гормонально надо лечить и добавлять каких-то эндорфинов там и вот этого всего прекрасного, серотонинов, вот, убирать там всякое то, что подавляет, давлеющее действие оказывает, вот. Вот. И это уже надо лечить медикаментозно. Вот. А если вы, я надеюсь, вам это все не знакомо, то, о чем я говорю, вот, и если вы все еще вполне себе бодрячок и живенько, то, повторюсь, зимой пейте наркотические витамины. Давайте себе такие вот витаминные, зарядные какие-то инъекции. То есть делайте то, что дает вам прилив силы и энергии, и тогда вы зиму переживете с гораздо меньшими потерями, чем в среднем температура по больнице. Вот. Садится у меня телефон. Есть ли у вас вопросы? Или я уже сейчас буду заканчивать. Я вообще хотела рассказать про заваленность этого самого источника жизненных сил, а рассказала про внешние факторы, да, то есть все-таки от которых тоже много что зависит. Вот. Может быть, про заваленность расскажу тогда в следующий раз, а сейчас вот отвечу на вопрос, если вы мне их зададите. Ну и, пользуясь случаем, повторяюсь, курс, марафон трехдневный по завершению года перехода, переходу в Новый год, вот, рекомендую, потому что осознанное, ну, так сказать, празднование, да, осознанный переход в Новый год, это всегда полезнее, чем винегрет и селедка под шубой, потому что селедка под шубой не полезна вообще ни в каком смысле. Не то чтобы я ее не люблю, кстати, я вполне к селедке и к винегрету хорошо отношусь. Ну что же, по-моему, вопросов нет, надеюсь, это не значит, что вы ничего полезного для себя не услышали, может быть, это означает наоборот, что вы услышали много полезного, вот, и вопросов по этому не осталось. Так или иначе, тогда буду отключаться и постараюсь тогда провести еще эфир когда-нибудь на тему все-таки именно чем же бывает завален этот самый источник и что с этим делать. Ну, а общий ответ, конечно, у меня, как всегда, расставлять, потому что именно этот метод безукоризненно работает в случае всяческих энергетических сливов и нехватки ресурса. Окей, отключаюсь.